Я волшебник Сказка о царе Салтане Александр Сергеевич Пушкин Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бья пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. «Кабы я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки царя родила богатыря». Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрепела, и светлицел входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора, речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица, — говорит он, — будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной, вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». В сене вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан за пир честной сел с царицей молодой, а потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха, и завидует они государевой жене. А царица молодая, дело вдаль не отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь-салтан с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь его любя. Между тем, как он далеко, бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал воршин, и царица над ребенком, как орлица над орленком. Шлет с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. Откачиха с поварихой, свать ей бабой-бабарихой, извести ее хотят, перенять гонца велят. Сами шлют гонца другого, вот в чем от слова до слову. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверюшку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить, и гонца хотел повесить. Но смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ. Ждать царева возвращения до законного решенья. Едет с грамотой гонец, и приехал на конец. Откачиха с поварихой, свать ей бабой-бабарихой, обобрать его велят, да пьяна гонца паят. И в суму его пустую, суют грамоту другую. И привез гонец хмельной, в тот же день приказ такой. Царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод, тайно бросить в бездну вод. Делать нечего. Бояре, потужива государе, и царице молодой, в спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю. Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел где царь Салтан. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица плачет, бьется в ней царица, и растет ребенок там, не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. «Ты волна моя, волна, ты гульлива и вольна, плещешь ты, куда захочешь, ты морские камни точишь, топишь берег ты земли, подымаешь корабли, не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу». И послушалась волна, тут жена Берекона бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она, но из бочки кто их вынет, Бог неужто их покинет? Сын на ножки поднялся, в дно головкою перся, поднатужился немножко. «Как бы здесь на двор окошко нам проделать?» молвил он, вышеп дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сын подумал, добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук, сокреста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно, на море не тихо смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней, та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил, но как раз стрела запела, в шею коршуна задела, коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет и нептичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет, гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит. И царевичу потом молвит русским языком. Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель, не тужи, что за меня, если не будешь ты три дня, что стрела пропала в море, это горе все не горе, отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил, ты не коршуна убил, чародея подстрелил, век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду, а теперь ты воротись, не горюй и спать ложись. Улетела лебедь птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решились натощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи, и девясь перед собой, видит город он большой, стены с частыми зубцами, а за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорее царицу будет, так как ахнет, то ли будет, говорит он, вижу я, лебедь тешится моя. Мать и сын идут к ограду, лишь ступили за ограду, оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный, бога хвалит, в колымагах золотых пышный двор встречает их. Все их громко величают, и царевича венчают княжей шапкой, и главой возглашают над собой. И среди своей столицы с разрешения царицы в тот же день стал княжить он, и нарекся князь Гведон. Ветер на море гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся, на знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гведон зовет их в гости, он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы гости торг ведете, и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ, мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лесами, а теперь нам вышел срок, едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда, добрый путь вам, господа, по морю по океану, к славному царю Салтану, от меня ему поклон. Гости в путь, а князь Гведон с берега душой печальной провожает бех их дальный. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный, опечалился чему?» говорит она ему. Князь печально отвечает. «Грусть тоска меня съедает, одолела молодца, видеть я б хотел отца». Лебедь князю, вот в чем горе, ну послушай, хочешь море полететь за кораблем, будь же князь ты комаром. И крылами замахала, воду шумом расплескала и обрызгала его с ног до головы всего. Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, полетел и запищал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. Откачиха с поварихой, с сватьей бабой-бабарихой, около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. «Ой вы, гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, или худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет. За морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо. В море остров был крутой, не привальный, не жилой. Он лежал пустой равниной, рос на нем дубок единый. А теперь стоит на нем новый город со дворцом, с златоглавыми церквями, с теремами и садами. И сидит в нем князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь Салтан, дивится чуду, молвит он. «Коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу». Откачиха с поварихой, с сватей бабой-бабарихой, не хотят его пустить чудный остров навестить. «Уж диковинка, ну право!» Подмигнув другим лукаво, повариха говорит. «Город у моря стоит. Знаете, вот что не безделка. Ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки не простые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд. Вот что чудом-то зовут». Чуду царь Салтан дивится, а комар-то злится, злится. И впился комар как раз тетке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги сватья и сестра с криком ловят комара. «Распроклятая ты, мошка, мы тебя!» А он в окошко, да спокойно в свой удел, через море полетел. Снова князь у моря ходит, с синяя моря глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный, опечалился чему?» Говорит она ему. Князь Гведон ей отвечает. «Грусть тоска меня съедает, чудо чудное завести, мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка. Дива, право не безделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд, но, быть может, люди врут. Князю лебедь отвечает. «Света белки правду бает, это чудо знаю я. Полна, князь душа моя, не печалься, рада службу оказать тебе я в дружбу». С ободренной душой князь пошел к себе домой. Лишь ступил на двор широкий, что ж, под елкою высокой видит белочка при всех, золотой грызет орех, изумрудец вынимает, а скорлупку собирает, кучки равные кладет и с присвисточкой поет, при честном при всем народе. «Во саду ли в огороде?» Изумился князь Гведон. «Ну, спасибо!» — молвит он. «Ай да лебедь! Да ей боже, что и мне веселье тоже!» Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом, караул к нему поставил и притом дьяка заставил строгий счет орехом весть. Князю прибыль, белке честь. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах, мимо острова Крутого, мимо города Большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гведон зовет их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. «Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете?» Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет. Торговали мы конями, все донскими жеребцами. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, мимо острова Буянов царства славного Салтана». Говорит им князь тогда. «Добрый путь вам, господа, по морю по океану, к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гведон шлет, где свой царю поклон». Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам, молвит князь. Душа депросит, так и тянет, и уносит. Вот опять она его вмиг обрызгала всего. В муху князь оборотился, полетел и опустился. Между моря и небес на корабль и в щель залез. Ветер весело шумит, судно весело бежит. Мимо острова Буянов царства славного Салтана. И желанная страна вот уже издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. А за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате. На престоле и в венце, с грустной думой на лице. Откачиха с бабарихой, да с кривою поварихой. Около царя сидят, злыми жабами глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. Ой вы гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, и ль худо? Да какое в свете чудо? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. За морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит. Град на острове стоит с златоглавыми церквами, С теремами да садами. Ель растет перед дворцом, А под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, Да затейница какая! Белка песенки поет, Да орешки все грызет. А орешки не простые, Все скорлупки золотые, Ядра чистый изумруд. Слуги белку стерегут, Служат ей прислугой разной, И приставлен дьяк приказный. Строгий счет орехам весть, Отдает ей войско честь. Из скорлупок льют монету, Допускают вход по свету, Девки сыплют изумруд, В кладовые да под спут. Все в том острове богаты, Изоб нет, везде палаты, А сидит в нем князь Гвидон, Он прислал тебе поклон. Царь Салтан, девица чуду, Если только жив я буду, Чудный остров навещу, У Гвидона погощу. А ткачиха с поварихой, С ватей и бабой бабарихой, Не хотят его пустить Чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тихо, Говорит царю ткачиха, Что ж тут дивного, Ну вот, белка камешки грызет, Мечет золото и в груды Загребает изумруды. Этим нас не удивишь, Правду ль, нет ли, говоришь. В свете есть иное диво, Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет наберег пустой, Разольется в шумном беге И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря. Все красавцы удалые, Великаны молодые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, Можно молвить справедливо. Гости умные молчат, Спорить с нею не хотят, Диву царь-салтан дивится, А гвидон-то злится, Злится. Зажужжал он, И как раз тетке сел На левый глаз, И ткачиха побледнела. Ай! И тут же окривела, Все кричат, Лови, лови, Да дави ее, дави, Вот уже, Постой немножко, Погоди. А князь в окошко, Да спокойно в свое дел, Через море прилетел. Князь у синя моря ходит, Синя моря глаз не сводит, Глядь, поверх текучих вод Лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, Что ты тих, Как день ненастный, Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает, Грусть-то с каменя съедает, Диво б дивное хотел, Перенесть я в мой удел. А какое же это диво? Где-то вздуется бурливо океан, Подымет вой, Хлынет наберег пустой, Расплеснется в шумном беге, И очутятся на бреге в чешуе, Как жар горя, Тридцать три богатыря. Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор. Князю лебедь отвечает, Вот что князь тебя смущает, Не тужи, душа моя, Это чудо знаю я, Эти витязи морские, Мне ведь братья все родные, Не печалься же, ступай, В гости братцев поджидай. Князь пошел, забывший горе, Сел на башню, И на море стал глядеть он, Море вдруг сколыхалося вокруг, Расплескалось в шумном беге, И оставило на бреге Тридцать три богатыря, В чешуе, как жар горя. Идут витязи читами, И, блистая сединами, Дядька впереди идет, И к ограду их ведет. С башни князь Гведон сбегает, Дорогих гостей встречает, В торопях народ бежит. Дядька князю говорит, Лебедь нас к тебе послала И наказом наказала Славный город твой хранить И дозором обходить. Мы отныне ежеденно Вместе будем непременно У высоких стен твоих Выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре, А теперь пора нам в море, Тяжек воздух нам земли. Все потом домой ушли. Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет, Он бежит себе в волнах На поднятых парусах. Мимо острова крутого, Мимо города большого, Пушки с пристани палят, Кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, Князь Гведон зовет их в гости, Их и кормит, и поит, И ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете, И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, Торговали мы булатом, Чистым серебром и златом, И теперь нам вышел срок, А лежит нам путь далек, Мимо острова Буяна, В царство славного Салтана. Говорит им князь тогда, Добрый путь вам, господа, По морю, по океану, К славному царю Салтану, Да скажите ж, Князь Гведон, Шлет где свой царю поклон. Гости князю поклонились, Вышли вон и в путь пустились. К морю, князь, А лебедь там уж гуляет по волнам, Князь опять душа депросит, Так и тянет, и уносит. И опять она его, Вмиг обрызгала всего, Тут он очень уменьшился, Шмелем князь оборотился, Полетел и зажужжал, Судно на море догнал, Потихоньку опустился на корму, И в щель забился. Ветер весело шумит, Судно весело бежит, Мимо острова Буянов, Царство славного Салтана, И желанная страна, Вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, Царь Салтан зовет их в гости, И за ними во дворец Полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, Царь Салтан сидит в палате, На престоле и в венце, С грустной думой на лице. Откачиха с поварихой, С свати и бабой-бабарихой Около царя сидят, Четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает За свой стол и вопрошает, Ой, вы гости, господа, Долго ли ездили, куда, Ладно ли за морем, Иль худо, И какое в свете чудо. Корабельщики в ответ, Мы объехали весь свет, За морем житье не худо, В свете ж вот какое чудо, Остров на море лежит, Град на острове стоит, Каждый день идет там диво, Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет наберег пустой, Расплеснется в скором беге, И останутся на бреге Тридцать три богатыря, В чешуе, как жар горя. Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор, Старый дядька Черномор С ними из моря выходит, И попарно их выводит, Чтобы остров тот хранить, И дозором обходить. И той стражи нет надежней, Ни храбрее, ни прилежней, И сидит там князь Гвидон, Он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чудо, Коль и жив я только буду, Чудный остров навещу, И у князя погощу. Повариха и ткачиха не гугу, Но бабариха, усмехнувшись, говорит, Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят, И себе дозором бродят, Правду льбают или лгут, Дива я не вижу тут. В свете есть такие льдива, Вот идет молва правдива. За морем царевна есть, Что не можно глаз отвесть, Днем свет божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит, А сама-то величава Выступает, будто пава, А как речь-то говорит, Словно реченька журчит, Молвить можно справедливо, Это диво, так уж диво. Гости умные молчат, Спорить с бабой не хотят, Чуду царь Салтан дивится, А царевич хоть и злится, Но жалеет он о честь Старой бабушке своей, Он над ней жужжит, кружится, Прямо на нос к ней садится, Нос ужалил богатырь, На носу вскочил валдырь, И опять пошла тревога, Помогите, ради бога, Караул, лови, лови, Да дави его, дави, Вот уже, пожди немножко, погоди, А шмель в окошко, Да спокойно в свое дел, Через море полетел. Князь у синего моря ходит, Синего моря глаз не сводит, Глядь, поверх текучих вод, Лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, Что ты тих, как день ненастный, Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гведон ей отвечает, Грусть тоска меня съедает, Люди женятся, гляжу, Не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, Что не можно глаз отвесть, Днем свет божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит, А сама-то величава Выступает, будто пава, Сладку речь то говорит, Будто реченька журчит. Только полно, правда ли это? Князь со страхом ждет ответа. Лебедь белая молчит и подумав, Говорит, да, такая есть девица, Но жена не рукавица, С белой ручки не стряхнешь, Да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом, Слушай, обо всем об этом Пораздумай ты путем, Не раскаяться потом. Князь пред нею стал божиться, Что пора ему жениться, Что об этом обо всем Передумал он путем, Что готов душою страстной За царевную прекрасную Он пешком и теть сель Хоть за три девять земель. Лебедь тут вздохнув, Глубоко молвила, Зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, Ведь царевна это я. Тут она взмахнув крылами, Полетела над волнами И на берег с высоты Опустилась в кусты. Стрепенулась, отряхнулась И царевна обернулась. Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит, А сама-то величава Выступает, будто пава, А как речь-то говорит, Словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, К белой груди прижимает И ведет ее скорее К милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя, Государыня родная, Выбрал я жену себе, Дочь послушную тебе. Просим оба разрешения Твоего благословения. Ты детей благослови, Жить в совете и любви. Над главою их покорной Мать с иконой чудотворной Слезы льет и говорит, Бог вас, дети, наградит. Князь недолго собирался, На царевне обвенчался, Стали жить да поживать, Да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет, Он бежит себе в волнах На раздутых парусах, Мимо острова крутого, Мимо города большого, Пушки с пристани палят, Кораблю пристать велят, Пристают к заставе гости, Князь Гвидон зовет их в гости, Он их кормит и поит, И ответ держать велит, Чем вы гости торг ведете, И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ, Мы объехали весь свет, Торговали мы не даром, Не указанным товаром, И лежит наш путь далек, Восвояси на восток, Мимо острова Буяна, В царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда, Добрый путь вам, господа, По морю, по океану, К славному царю Салтану, Да напомните ему, Государю своему, К нам он в гости обещался, А до сели не собрался, Шлю ему я свой поклон, Гости в путь, А князь Гведон Дома на сей раз остался, И с женою не расстался. Ветер весело шумит, Судно весело бежит, Мимо острова Буяна, В царство славного Салтана, И знакомая страна, Вот уже издали видна. Вот на берег вышли гости, Царь Салтан зовет их в гости, Гости видят, Во дворце царь сидит в своем венце, Откачиха с поварихой, С ватей бабой бабарихой, Около царя сидят, Четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает, За свой стол и вопрошает, Ой вы гости, господа, Долго ль ездили, куда, Ладно ль за морем, Иль худо, И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ, Мы объехали весь свет, За морем житье не худо, В свете ж вот какое чудо, Остров на море лежит, Град на острове стоит, С златоглавыми церквами, С теремами и садами, Еле растет перед дворцом, А под ней хрустальный дом, Белка в нем живет ручная, Да чудесница какая, Белка песенки поет, Да орешки все грызет, А орешки не простые, Скорлупы-то золотые, Ядра чистые изумруд, Белку холят, берегут. Там еще другое диво, Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет наберег пустой, Расплеснется в скором беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря. Все красавцы удалые, Великаны молодые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор, И той стражи нет надежней, Ни храбрее, ни прилежней. А у князя женка есть, Что не можно глаз отвесть, Днем свет божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. Князь Гведон тот город правит, Всяк его усердно славит, Он прислал тебе поклон, Да тебе пеняет он, К нам, где в гости, Обещался, А доселе не собрался. Тут уж царь не утерпел, Снарядить он флот велел, Откачиха с поварихой, С вати и бабой бабарихой, Не хотят царя пустить, Чудный остров навестить, Но салтан им не внимает, И как раз их унимает. Что я, царь или дитя? Говорит он не шутя, Нынче ж еду. Тут он топнул, Вышел вон и дверью хлопнул. Под окном Гведон сидит, Молча на море глядит, Не шумит оно, Не хлещет, Лишь едва-едва трепещет, И в лазоревой дали Показались корабли, По равнинам океана Едет флот царя Салтана. Князь Гведон тогда вскочил, Громогласно возвопил, Матушка моя родная, Ты, княгиня молодая, Посмотрите вы туда, Едет батюшка сюда. Флот уж к острову подходит, Князь Гведон трубу наводит, Царь на палубе стоит, И в трубу на них глядит. С ним ткачиха с поварихой, С ватьей бабой бабарихой, Удивляются они незнакомой стороне, Разом пушки запалили, В колокольнях зазвонили, К морю сам идет Гведон, Там царя встречает он. С поварихой и ткачихой, С ватьей бабой бабарихой, В город он повел царя, Ничего не говоря. Вот теперь идут в палаты, У ворот блистают латы, И стоят в глазах царя Тридцать три богатыря. Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкий, Там под елкою высокой Белка песенку поет, Золотой орех грызет, Изумрудец вынимает И в мешочек опускает. И засеян двор большой, Золотой скорлупой. Гости дали торопливо, Смотрят, что ж, Княгиня дива, Под косой луна блестит, А во лбу звезда горит, А сама-то величава Выступает будто пава, И свекровь свою ведет, Царь глядит и узнает. В нем взыграло ретевое, Что я вижу, Что такое, как, И дух в нем занялся, Царь слезами залился, Обнимает он царицу, И сынка, и молодицу, И садятся все за стол, И веселый пир пошел. Откачиха с поварихой, С ватьей бабой-бабарихой, Разбежались по углам, Их нашли на силу там. Тут они во всем признались, Повинились, разрыдались, Царь от радости такой, Отпустил всех трех домой. День прошел, Царя Салтана уложили спать В полпьяна. Я там был, Мед пиво пил, И усы лишь обмочил. Вот и сказочки конец, А кто слушал, Молодец!